здравствуйте дорогие зрители prime tv с вами Резван Гусейнов и мы опять как традиционно делаем это каждую неделю попытаемся подвести итоги но в этот раз уже не конец недели а чуть позже уже фактически середина недели и для этого есть определенные причины дело в том что за последние несколько месяцев наше внимание максимально привлечено к войне в Украине но вместе с тем параллельно разворачиваются события в других регионах мира мы в прошлом эфире коснулись того что по всей видимости в первую очередь сша заинтересованы создание новых очагов конфликта в первую очередь на ближнем на ближнем востоке и вокруг ирана естественно в эти конфликты могут быть втянуты и турция это и на территории сирии и севера ирака турция россия иран и по всей видимости в планы сша именно через создание новых очагов конфликта входит намерение то есть имеют они намерение сша таким образом ослабить возможные возможное сближение между в первую очередь россии и турции рядом государств исламского мира ну принципе все это время западу первых сша это удавалось насколько получится в этот раз покажет время но есть еще несколько симптомов которые тоже вызывают не то что обеспокоенность а требует внимания мы уже говорили прошлой неделе о том что сколько визитов в том числе главы цру блинкина в ереван сколько визитов западных политиков было в наш регион ереван баку и какие встречи высокопоставленных лиц на не проходили я имею ввиду лиц высокопоставленных лиц азербайджана и армении о чем опять-таки спустя неделю 10 дней мы можем констатировать что запас и первую очередь сша активизировались с целью занять свое место в модерации отношений между азербайджанами армии то есть и сша понимает что никакой минской группы ее формата нету а значит нужно напрямую самим то есть америка сша самим искать свое место нового формирующимся геополитическом раскладе конфигурации в нашем регионе и тут создается впечатление что опять таки разменной картой будет армения принципе такова судьба бывает проигравших сторон и азербайджан прекрасно знает что это такое за прошедшие 20 с лишним лет и только победа в 2020 году позволила азербайджану сменить весь нарратив того что происходит в нашем регионе так о чем же сейчас речь скорее всего есть такое мнение три бывших сопредседателя мг бывшего мг обсе это россия и европа поскольку франция уже чувствуется полностью отдала эти борозды европе что и полагается евросоюза значит россия европа и сша намерены достичь определенной четкой стабильности для того чтобы были разблокированы транспортные коридоры через наш регион мы помним что еще в 1992 году этот проект тогда назывался мигринский путь коридор сейчас это зангизурский тогда его предлагали сша и сейчас он тоже имеет свою актуальность мы помним что в итоге тогда все кончилось трагическое для армянской стороны расстрел армянского парламента девяносто девятом году и после чего уже значит пошла совершенно иная ситуация по итогам которой 2020 году азербайджан силовым методом восстановил свою территориальную целостность и наказал агрессора и опять-таки вернулся к теме коридоров транспортных коридоров если тогда они назывались мигринским то сейчас это зангизурский коридор или транспортный путь или кому как удобно почему стоит него привлечь внимание к этой теме уже первую очередь армянские телеграм-каналы кричат о том что азербайджан готовится к новой военной операции опять-таки не будем комментировать будет это военная операция или обойдется без нее вы наверное обратили внимание я всегда выступаю за то чтобы все вопросы решались мирным дипломатическим путем за столом переговоров и на основе взаимовыгодных проектов но если пашинян премьер-министр армении и кабинет официальный ереван не смогут выполнить те пункты которые они должны выполнить то ситуация будет конечно очень сложной во-первых мы знаем что азербайджан ударно темпами достроил фактически открыл альтернативную дорогу в обход лачена не через город а ниже которая соединит территорию азербайджан и армении в направлении карабаха и зангизура надо иметь в виду что лаченский коридор является частью инфраструктуры которая соединит азербайджан и армению это не есть инфраструктура для сугубо карабахских армян которые проживают хантян и так далее ошибочно так думать этот поезд уже ушел на этом фоне поскольку новая дорога под контролем азербайджана и выводятся незаконные армянские вооруженные формирования а значит остаются под крышей или под прикрытием российских миротворцев отряды карабахских наемников то тут ситуация меняется в плане того что эти карабахские наемники являются прямой законной мишенью для азербайджанской стороны я не вижу потенциала чтобы российский миротворческий контингент их защищал это азербайджан это не сирия это не ирак в этом контексте поэтому создается впечатление что официальный ереван фактически сдает не то что сдает отпускает вопрос карабаха понимая что никакой пользы и перспективы нету что любые попытки цепляться за некий статус или что-то для карабахских армян наносит прямую угрозу для государственности самой армии в этом контексте некоторые эксперты утверждают что как россия так евросоюз так и уже и сша некоторым консенсусу суть которого в том что транспортный коридор должна быть придуроком разблокированы и если армия будет сопротивляться хотя на эту нее ресурсы нету то как утверждают некоторые эксперты она может лишиться из ангизора но не будем забегать вперед будем надеяться что так не произойдет и все решится миром на этом фоне мы постараемся быстро коснуться ситуации в украине как уже не раз говорилось там готовится наступление или контрнаступление украинской армии но еще не понятно как она будет основными направлениями считается черсон но и на этом фоне российская сторона утверждает что готовится к своему удару направлению одессы насколько это все будет реально покажет ближайшее время но в любом случае как бы подведя итог скажем что если бы россии удалось методом войсковой или как она называет специальной войсковой операции феврале захватить киев и сменить режим сменить власть киеве то тогда бы ситуация и в нашем регионе и в мире пошла бы по-иному если бы это удалось тогда сделать то тот самый проект ссср 2.0 о котором часто говорят и обратите внимание на оккупированных территориях украины поднимает именно советские флаги не российские и не какие-то лнр-овские днр-овские а именно советские это говорит о том что целью и была смена режима в украине и после этого белоруссия украина вынуждены были бы присоединиться к россии и объявить о создании ссср 2.0 потому что 30 лет назад именно эти государства беловежки пущи и распустили этот ссср один и сейчас поскольку в кремле кремле любят даты на фоне того что упустили 30-летие распада ссср то сейчас новой даты под которые пытались воссоздать сср было образование с 1922 году но 22 год уже практически значительные участки прошла лето кончается поскольку феврале в марте специальная так называемого войска военной операции не удалась войсковой операции россии по итогам который как и отметил возможно планировалось объединить украину беларусь и россию и объявить о создании ссср 2 или какого-то другого названия неважно после чего бывшие союзные республики постсоветское пространство эти государства и центральной азии кавказа вынуждены были учитывать новые реалии и под угрозой оказалась независимость большинства государства советского пространства но ответим что сейчас можем мы об этом спустя некоторое время говорить что буквально неделю с лишним спустя после начала военной операции вторжение в украину активизировалась великобритания и именно визит бориса джонсона он фактически переломил тогда ситуацию пошли масштабные поставки вооружений да и вообще поддержка украине стала иной в результате чего а также конечно же самоотверженной борьбы украинского народа план ссср 2 на осколках украины не удался ну а раз он не удался то и передел мира пошел в ином направлении именно поэтому с таким опозданием сша который кстати как это ни странно тоже не прочь были поддержать проект ссср 2.0 с тем прицелом что новый сср будет соперничать с китаем а значит отвлекать китай и перути в тихоокеанском регионе что очень важно для сша ну это не удалось поэтому сейчас и по всей видимости сша и стремятся разжечь новые очаги конфликта на ближнем востоке и вокруг ирана как я отметил но сперва должна быть ясность по нашему региону и в этом вопросе по всей видимости есть консенсус другое дело этот консенсус обернется военной операции по принуждению армении или же все-таки официальный ереван найдет рычаги найдет способы объяснить как своему народу так оппозиции что поражение осени 2020 года продолжается что не спустя два года ничего не изменилось а более того еще больше усугубилась ситуация для армении и в этом виноваты официальные власти армении которые вместо того чтобы по максимуму извлекать пользу из создавшейся ситуации по всей видимости решили что ситуация изменится но она не изменяется единственным некоторым плюсом для раз для армении можно сказать можно отметить то что очень активно идет сближение армяно-турецких отношений в этом плане официальный ереван действительно активен за это ему большой плюс но если не будут решены вопросы связанные с азербайджаном это и делимитация подписание мирного договора разблокирование транспортных коридоров то грош цена будет всем попыткам улучшения турецко-армянских отношений это его здесь утверждаю с полной уверенностью подпишитесь на наш канал будра news и будьте в курсе всех событий